Всем салют, RedHard тут. Ну что, ребятки, мы с вами продолжаем выживать на самом хардкорном сервере, по моему мнению, сервере неудержимый. Давайте приступать, приятного просмотра. Сезон 5, серия 16. Итак, наша с вами база простояла целую ночь, это не может не радовать. Давайте сейчас перед уходом мы с вами потрогаем все наши кейсы и герма-мешки, чтобы обновить у них лайфтайм. Ну так, знаете, на всякий случай, а то вдруг мы с вами долго еще сюда не придем. Вот, я вроде бы подготовился к походу, собрал все вещи, которые мне могут понадобиться, но у меня небольшие проблемы с водой. Вот, может быть, здесь, да, вот здесь вот немножечко есть, давайте покложим в куртку, чтобы оно остыло. Ну, возьмем с собой одну-две бутылочки лимонада, скажем так, про запас. Так, я вроде бы подготовился, взял задание для картеля, нужно будет купить еще одну мешковину, прежде чем идти дальше. Пожрать тут себе приготовлю по пути, и взял всю свою химзащиту. У меня не хватает штанов, нужно будет сходить на алтарь. Так, по медицине я тоже вроде всего себе взял. Нужно будет сходить на алтарь, как раз-таки у нас денег хватит на штанишки примерно, и будет у нас с вами полный комплект. Противогаз ППМ-8 я оставил на базе, с собой взял ГП-5. Надеюсь, надеюсь, мне этого добра хватит, чтобы, скажем так, без проблем все залутать. Вот тебе здрасте, вот тебе привет. Нихера себе. Так, аккуратненько, пожалуйста, не взорвись. Отлично, спасибо за гранату. Нихера себе, вот это мне тут сюрпризы отставляют люди на входе, скажем так. Давайте как-нибудь все это аккуратно заберем от греха подальше, а то я знаю эту игру, тут все забаговаться может в любой момент. Так, она просто так руками не снимается, что ли? Наверное, надо какой-нибудь инструмент по типу ножика, да? Да, растяжка, разобрать. Главное, чтобы сейчас никто нас здесь не подстрелил. Покажу я уж вам, где находится моя база прям конкретно. Бог с ним, ладно. Надеюсь, ничего страшного с этим, это, скажем так, не даст мне. Но, блин, уже даже гранаты мне оставляют под базой. Это как-то вообще не круто и неожиданно. Это вот хорошо, что я за собой закрываю двери, потихонечку подождал там, пока все это самое произойдет, и успел заметить эту растяжку. Если бы я сразу на выход побежал, хрен бы я ее увидел, взорвался бы и нахер умер. И все бы мое приключение закончилось... Оп, кастет, можно прихватить заодно, как раз к картелю идем. И все бы мое приключение закончилось, грубо говоря, на пороге собственного дома. Это было бы вообще не круто. Зачем так делать, не пойму. Интересно, вот здесь растяжку поставили, потому что я здесь живу? Или просто потому что здесь чья-то база лежит? Вот просто интересно, люди хотят нагадить именно мне, или просто люди хотят нагадить? Это, знаете, такой интересный философский вопрос. То есть люди либо просто засранцы, либо просто хотят мне нагадить. Ну, какой-то такой у нас с вами вариант. Так, а марлин что не видать? Ну, опять рыбалка. Я тут бегу напропалую в сторону алтаря и решил сделать небольшую остановочку. А все потому, что я заметил краем глаза вот этого зомбаря, а еще, а еще. Заметил одну интересную желтую машинешку. У нее, правда, все... Хотя документы вот лежат. Так, какие? Обычные. Ладно, пойдет. Так, патроны, магазин какой-то. Сейчас все собираем, потом разберемся, что тут было, что тут не было. Так, прицел, хрен, рис, хорошо. Порох взял, по-моему, да, не рис. Рис-то возьми, господи. Пожрать пригодится. Так, граната, магазин, еще что-то. А, это не взял он, гранату, да? Так, все, все собираем, потом будем смотреть, что мы взяли. Пока зомбы сюда никакие не пришли. Так, сумка. Мне она, кстати говоря, как раз-таки нужна. Ну и все, потихоньку давайте отсюда сваливать. Сейчас быстро до кустов, до каких-нибудь добежим. Там уже посмотрим, что мы с вами смогли урвать. Ну, насколько я могу судить, лут, если честно, такой себе. Потому что на полицейских машинах сейчас спаунятся довольно-таки хорошие и ценные луты. И то, что мы нашли здесь, ну, ну, такое, если честно. Так, вот пойдет нормально эта елка. Давайте смотреть, что у нас с вами все-таки сейчас есть. Так, очки мне не нужны. Перчатки тоже. Прицелы, может быть, какие-то там что-то на алтаре продается. Патроны, документы, это все нам пригодится. Сумка. Кстати говоря, у меня сумка стала дэмэдж. Надо заодно ее перепоменять. Так. Главное не забыть денюжки с документами, а то я ведь могу. Сейчас скину и побегу дальше, а про это свое добро я и не вспомню. Конечно, можно было бы там все это дело оставить, но как бы сейчас мы лут оттуда забрали, эта машинка пропадется, появится новая. И так, туфли вот мы еще взяли, я думаю, мне они не понадобятся, поэтому смело их выкидываем. Магазины у меня там всякие, или взять на всякий случай, может быть, пригодятся. Кто его знает, что вообще в этой игре может понадобиться. Добежим до алтаря, в принципе, в палатку кинем эти туфли, пусть лежат там, может быть, кому-нибудь и понадобятся. Хотя, может быть, и сумку тогда забрать, а, и перчатки. А, все, скинем на алтаре. В этом вайпе мне чудовищно не везет на чужие схроны. И тут, знаете, я бегу сквозь кусты, и так, вроде что-то было. Что же это такое? А это, ребята, чужой-таки схрон как раз. Смотрите, здесь есть топорик, здесь есть пила. Это довольно-таки хороший, ценный лут. Ну, во всяком случае, для меня. Давайте, наверное, сейчас отсюда кое-что заберем. Вот пилу, вот топорик. Я бы и флягу забрал сейчас, но у меня места нету. Там, к тому же, бензин как раз налит. Человек, если ты смотришь, и я лутаю твой схрон, прости, прости меня, но я просто так мимо тоже пробежать не могу. Все-таки первый раз за этот сезон нашел чей-то чужой схрончик. На самом деле, можно было бы этот ящик, конечно, прикопать. Жалко, он никуда, сумку ни в какую не лезет, да? Хотя, наверное, большая черная, которая там на 100, насколько она на 100 с лишним слотов, может быть, туда поместится. Ладно, оставим вот пацану вместо инструментов ботинки и сумку поясную. Надеюсь, он не обидится. Блин, вода стала желтой. Как назло, я бегу по местности, где нету ни одной озера, ни одной лужи, никакой ничего. У меня попить вообще абсолютно ни хрена же нету, да? Мясо уже все высохло. А, нет, вот пиво есть, все хорошо. Если есть пиво, в принципе, его, конечно, оставить бы лучше, чтобы там охлаждаться, если мы сильно перегреемся. Но если нужда заставит, то, конечно, мы с вами его быстренько употребим. Водка есть, но водка, я не знаю, восстанавливает, единицы гидрации не восстанавливает. Но я говорю, как назло, ни одной лужи рядом нету. Вот была бы хоть какая-нибудь лужа, мы бы хоть воду могли там прокипятить, или как-то еще очистить другими способами и попить. А так нету ничего. Капец, короче, не добежал я до алтаря. Придется выпить нашу последнюю бутылочку пива. Нужно было с собой две в прозапас брать, а то, ну, как говорят, одну возьмешь, всегда мало, за второй придется бежать. Ну, так и оказалось. Я надеюсь, нам уже хватит этой воды, которую мы сейчас из этой бутылки высосем, чтобы добежать до алтаря. Там-то уж мы с вами вдоволь напьемся. Ну, а пока что нужно бежать дальше и довольствоваться тем, что имеем, так сказать. Ох, красавец-то какой, смотрите, зверюга какой лютый, поехал. Просто нахер умчался в закат. Ура, ура, мои торги на алтаре прошли успешно. К сожалению, я не смог никому продать топорик с пилой, ну да ладно. Взял себе ботинки охотничьи в палатке, прям убитые, чтобы добежать. Потому что мои уже стали тоже дэмэдж. Кстати, купил себе штаны. Штаны купил, у нас теперь полный комплект химзащиты. И мы с вами готовы, готовы отправляться в сторону родзоны. Ну и как вы знаете, у меня уже сложилась такая традиция, скажем так, что я в каждом сезоне плаваю на Алькатрас. Ну и этот сезон не станет исключением, потому что именно в ту сторону мы с вами отправимся. Забежим к картелю, сдадим квест, возьмем следующий. И потом отправимся дальше покорять этот тюремный остров. Хозяева, открывайте. Заходь, привет. Здравствуйте. Так-с. Ну, выкладывай. Какие действия. И я по заданию. Так. Не помню, какой там номер. Ага. Не помню, какой там номер. Хорошо, сейчас я закрою задание. Ты будешь брать новое? Да. Хорошо. Хорошо, сейчас за минуту я тебе запишу репутацию, отсчитаю денежку и заодно с новым заданием решим. Окей. Еще костейте хотел сдать. Будьте тут прихватил. 5500. Держи. Угу. Так-с. Сейчас. Ну, давай по старинке. От 1 до 30. О, до 30? Было до 25 раньше. Был до 25. Ну, у нас обновление квестов происходит. Добавляем новое, меняем старое. Ну, тогда давай 26. Ну, тогда давай 26. Ну, тогда давай 26. Хорошее задание. Спасибо. Пожалуйста. Так, вроде все. Квест сдал, квест взял. Выпускайте. Хорошо. Все. Удачного выживания. Спасибо. Спасибо. Вам тоже всего хорошо. Спасибо. Смотрите-ка, отошел чуть-чуть от картеля, а тут смотрите, какой приятный бонус. Это, кстати говоря, нужно мне по квесту, потому что по квесту, который я взял, мне нужно им принести две бутылки водки, две бутылки спирта и, по-моему, пять грелок, если я все правильно понял. Аптечку мы, наверное, выкинем, потому что, ну, она нам, собственно говоря, не нужна. Хотя, хотя стоп, 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 стоп. Так, так, где моя аптечечка? Вот она, родимая. Вот как раз себе лишние 16 слотов для лута мы подготовили. А то все-таки идем в родзону, лута там, наверное, будет дохера, поэтому нам лишние карманы совершенно не лишние. А вот и он, вот он этот остров, в которого не прогружается казарма. Так, где-то здесь на входе должны ходить кровососы, псевдои и прочие-прочие нечистивцы. Так, вон вроде кто-то ходит. Да, это кровосос. Жалко, дождика нету. Сейчас бы дождик был, было бы хорошо, не слышно нас было издалека. Самое главное, чтобы здесь на горе не сидел никакой кемпераст, потому что будет как бы очень нехорошо, если нас с вами подстрелят. Хотелось бы все-таки живыми, так сказать, и залутать, и разлутать, и выбраться отсюда. Хотя, знаете, вот что-то у меня свербит предчувствие у меня вот прям вот какое-то нехорошее, но все равно хочется, хочется сходить. Сделал я тут небольшой крюк, решился в этот раз зайти со стороны берега, потому что в прошлый раз мы с вами с горы спускались, там был этот невидимый полтергейст. Нахер нам нужно это с вами приключение? Главное, я говорю, чтобы сейчас на крыше никто не сидел, на крыше на горе. С какой-нибудь Мосинкой, СВТ-шкой или СВД-шкой, то это для нас с вами может стать довольно-таки неприятным сюрпризом. Но пока что в нас не стреляют, мы уже с вами за вагончиками, я думаю, стрелять бы начали гораздо... Хотя, может быть, ждут, пока я выйду на мост, чтобы по прямой траектории просто в спину шмальнуть. Но не будем себя оморачать этими мыслями, потому что там никого нет. Все, там никого нет. Все спокойно, все хорошо. Так, предбанник нам с вами сейчас еще нужно залутать, прежде чем. Вон кровосос уже ходит. Так. ОКМ. Пока что возьмем. Пока место есть, пока слоты позволяют, будем, конечно же, брать. Почему, собственно говоря, и нет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вы заметили? Дяденька там в мусорке копошился. Наверное, какую-нибудь еду вкусную унюхал и пытался ее там найти. Вон он ходит, а? Засранец. Так, здесь все-таки в этом месте нужно поаккуратнее, потому что здесь могут любая кепочка сидеть. Здесь ни газа, ничего нету. К тому же здесь все открыто и все, видимо, залутано. Блин, не понимаю, почему этих полтергеев видно только, когда ты в упор к ним подойдешь или когда прицелишься. Странные они ребята, короче. Вон он вдоль ворот ходит. Будет сейчас смешно, если он что-нибудь у нас из химзы сопрет или какой-нибудь из задэшка. Вот это будет вообще хохма, конечно. Но тут все открыто, все казармы открыты, настишь. Я так думаю, что здесь ни хрена ничего не будет. К тому же здесь ходит этот полтергей, видимо, он все и залутал. Давайте тут шнырнем окольными, скажем так, путями. Ну да, я говорю, здесь вообще все открыто. Все залутано. Будем надеяться, что сейчас на родзоне никто не ходит, а то будет как бы немножечко не круто. Так, мы с вами подбираемся к острову. Как я сказал раньше, я противогаз ППМ-8 оставил у себя на базе. Взял с собой ГП-5 с одним фильтром Badly Damage. Это чисто, чтобы выйти с сейф-зоны, ой, с алькотрасса, и чтобы на него зайти. То есть, если бы мы поплыли с него в СЗД-шке, когда в ней кончился кислород, она бы просто-напросто заруинилась и пропала. Так у нас пропадет только вот этот фильтр, который не сильно жалко. Я надеюсь, мне этого хватит. Вот, мы с вами уже очень близко довольно-таки подобрались. Ну, единственное, что меня пугает, это фильтр, то, что у меня находится сейчас в состоянии Badly Damage. Это вот как бы самый такой неприятный момент. Так, все, мы в газу. Одевай. Так, все, хорошо. Ну, ныряй. Итак, мы с вами на корабле. Отлично. Доплыли, добрались. Сейчас где-нибудь здесь мы с вами займемся переодеваниями, скажем так. Только спустимся немножко ниже, чтобы если кто-то сюда пришел, не сразу смог найти наши вещи. Так, тут тоже все открыто. Лута не видать. Это плохой знак, если честно. Господи, как я соскучился по всем этим звукам, по всему этому туману, по всей этой атмосфере, по чувству сжатого сфинктера, по напряжению, которое тебя не отпускает. А то я с этими квестами немножко замарился. Так, здесь что ли раздеться? Ой-ой-ой, здесь уже радиация. Вот это плохо. Ладно, хапанули немножко. Ничего страшного. У нас с вами есть водка, у нас с вами есть антират. В принципе, ничего страшного пока что не произошло. Так, ну нет, здесь будут лутать. Давайте вот на этой лодочной станции. Я думаю, ее мало кто ходит лутает, если сюда кто-то придет. Сейчас прям за углом здесь сядем. Быстренько переоденемся. Так, 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 нам нужен полный комплект химзащиты. СЗДшка. Так, СЗД одел. Нет, СЗД не одел. Потому что что? Потому что у нас с вами сейчас висит противогаз. Да. Сейчас мы с вами быстренько переоденемся. Будем одеты, так сказать, по дресс-коду, чтобы нас сюда security пропустило без проблем. Нужно взять с собой баллон запасной. Я потому что думаю, что мы с вами сможем сначала залутать тюрьму саму, где, естественно, радиация, а уже потом сходим с вами в эти бараки. Перезарядим нашу СЗДшку, потому что нашего фильтра надолго не хватит. И пойдем уже с вами лутать остальную часть этого острова. Хочется прям залутать все, все, что здесь есть. Так, что, вот противогаз мне с собой понадобится по-любому, чтобы там потом перезаряжаться. Это мне не нужно будет. Так, это тоже скинем сюда. Будем надеяться, что кожаные штаны у нас не пропадут, пока мы с вами будем ходить лутаться. К сожалению, не влезли они у меня никуда. Ни в раму, ни в рюкзак. Поставим СЗДшку на панельку, чтобы видеть, сколько у нас там осталось. Так, вроде все взяли. Арбалет я уже, наверное, брать не буду, потому что, ну, оружие все-таки будем находить. Сейчас идет дождь, это очень хорошо, потому что я могу спокойно в полный рост ходить, я могу громко открывать двери и не париться по поводу этого. В цинк не пойду, сколько не ходил, никогда нихера там ничего хорошего не было. Так, вон вижу кровососа, хорошо. Если там есть кровосос, значит сбоку его не будет, хотя вон подрывник идет. Это уже не очень хорошо. Обычно здесь мало монстров, а то, что здесь уже их так много, это говорит о том, что, видимо, в этом вайпе здесь кое-что изменилось. И это хорошо на самом деле, потому что, потому что прошлые разы, когда мы здесь были, здесь были буквально парочку прозрачных зомбарей. Так, все, здесь уже радиация. Хорошо. Зомби отвернулся, это наш шанс. Увеличили, я так понял, зону радиации. Раньше она начиналась только где-то после моста, а здесь сейчас, смотрите, уже перед мостом прям бьет. Слушайте, здесь все открыто. Ну, неужели я попал прям вот за кем-то, а? Блин, очень бы не хотелось, конечно, идти по чьим-то следам, но выбора-то у нас с вами все равно нету. Так, тут что-то магазин для кольта, ну, это как бы круто, конечно. Ну, пока что будем брать, потому что у нас выбора нет. Прикиньте, если мы больше ничего не найдем. Чисто магазин для кольта, чтобы... Ой-ой-ой. Хорошо, что идет дождь. Так бы он нас услышал. А так дождик прикрыл нашу громкую поступь, и мы спокойно его миновали. Ладно, давайте сразу, наверное, побежим в дальнюю часть. Побежим в барак. Че-то тут как-то все открыто, приоткрыто. Так, ВСС, хорошо, хорошее начало. Так, ВСС-ка пойдет. Вот, я слышал, что одна еще... О, кипарик. Еще одна группировка на этом сервере присутствует. Я, к сожалению, совсем про нее забыл. Я совсем ее, скажем так, про нее не рассказываю ничего в своих роликах. Я уперся в охотников и в картель. Черный культ, простите меня. Надо будет вам больше немножко времени уделить попозже. Я знаю, что они покупают оружие. Я надеюсь, это как раз тот винторез, который нужен у них для того, чтобы качать с ними репутацию. О, пассатижи! Еее! Хорошо, уже, уже не зря. Уже наш с вами поход окупил себя, скажем так. Если мы с вами всю химзу, всю СЗД просрем, мы уже с вами будем в плюсе. Потому что химза плюс-минус в комплект стоит десятку. Так, а вышки? На вышках лут, кстати, добавили. СЗДху я купил запятак. Ну, а пассатижи, я слушал, продаются за гораздо большую сумму. Так, ну нет, на вышке, что-то я смотрю, лута никакого нет. Поэтому давайте, наверное, больше залазить на них не будем. Так, вот эта казарма, насколько я понял, четвертого тира лут, что ли, если верить чужим словам, если верить чужим комментариям. Поэтому здесь может заспавниться вообще все, что угодно. По-моему, даже кодлог здесь может появиться, если я не ошибаюсь. Здесь, кстати говоря, появляется книжка, которая нужна как раз-таки для черного культа. Отлично. Это еще один повод, чтобы к ним в гости забежать, познакомиться, так сказать, с ними. Молоток. Отлично. Слушайте, вообще красота. Пассатижи. Молоток. Блин, вообще нормально. Так, СКС. СКС брать не будут. И кто такой? Кобура. Ну, давай пока что возьмем, что ли. Пока места есть, пока лут не очень много. Ну, конечно, кодлогом здесь никаким не пахнет, но пускай, ладно. Если мы сейчас еще здесь и молоток, и кодлог нашли, это было вообще очень жирно. Так вот, относительно черного культа. Я про него рассказываю не потому, что я забыл, или что-то такое. Просто они расположены в Новой Петровке. А это довольно-таки опасный район, и как бы парни-то суровые, раз выживают в таком опасном месте. И поэтому, только поэтому, я к ним не особо горю желанием ходить, потому что там опасные места, скажем так. Но я считаю, что нужно будет уделить времени для того, чтобы осветить эту группировку. Ой, ну только, конечно, не в рад зоне об этом размышлять. Что-то как-то не густо пока что по луту, честно скажу. Я потому что хотел найти себе СВД. Я, конечно, такой себе стрелок по людям, но все равно хотел чисто для себя найти СВД. Магазин у нас на СВДшку как раз уже найден. Остается найти только само СВД. Ничего тут нового не появилось, ничего не пропустил. Вот, у нас патроны есть, магазин есть, но остается только саму ружбайку найти, и будет нам счастье. На втором этаже, я не знаю, есть лут, нет лут. Двери вроде открыты, лута вроде нету. Ладно, давайте не будем здесь тратить свое время. Свой кислород, скажем так, который у нас с СВДшки копится. И отправимся дальше лутать первый блок камер этого острова. Так, еще винторез, хорошо. Так, молоток, пассатижи, все это перекладываем. Все это нам дело пригодится. Так, два винтореза. Хорошо, слушайте, ну прям нормально по луту пока. Хотя пять минут назад у меня было все плохо, а сейчас уже нормально, но это я так от волнения тут всякое лепечу, поэтому не обращайте внимания. И придется нам с вами осматривать все камеры. Насколько я могу слышать, дождик вроде еще пока что идет. На самом деле я не знаю, что может быть в камерах. Но пассатижи? Нет, это не пассатижи. Пассатижи, наверное, могут быть здесь где-то еще одни, потому что, насколько я знаю, с чужих слов, в Алькатрасе может заспавниться двое пассатиж. Мы с вами одни уже нашли, и это хорошо. И как бы Алькатрас это единственное место, где можно найти на всем сервере пассатижи. Но еще может быть, конечно, в тайниках секретных документов. И может... О, вот они вторые. Отлично. Слушайте, ну вообще просто поход себя оправдал на 100%. Двое пассатиж, молоток, двое винторезов. Офигеть, а. Красота. Вот, можно, я так понимаю, найти еще пассатижи на секретных документах, тайниках и, наверное, на хеликрашах. Ну, насчет хеликрашев я не уверен. Так, дождик, по-моему, кончился уже. Поэтому как бы немножко опасно открывать двери, но хрен бы с ним. Закроем, если что, в камерах. О, еще один магазин на СВД. Хорошо. Блин, дайте СВДшку само, а. Просто походить, не потаскать за спиной. Стрелять-то вряд ли я все равно в кого-то буду, если только в каких-нибудь зомбарей. Чисто по приколу. Что-то тут как-то странно. Двери то открыты, то закрыты. Ну, в принципе, я дошел уже. Двое пассатижи. Самое ценное, что здесь могло быть. В казарме в этой четвертого тира лута ничего не было. Кстати, противогаз. Точно, я совсем... Он заруинился. Твою мать, а. Вот я балбес. Интересно, с руиненного фильтра можно вытащить кислород? Я же совсем забыл, если оставить на ГП-5 фильтр, он же со временем расходуется. И, соответственно, пока он у нас расходовался, он у нас заруинился. Блин, мой план пошел по одному месту. Это уже как-то хреновски. Надо следить тогда за СЗДшкой. Но, если что, если что, у нас с вами хватит медицины, чтобы я прям в газу, прям задыхаясь, перезарядил ее. И отправился лутать, либо дальше лутать казармы, либо сваливать с этого острова. Я надеюсь, что у нас с вами все получится. С СЗДшкой у нас осталось уже с вами меньше половины. Но этого все еще пока что достаточно, чтобы выбраться с острова. Поэтому я пока что переживать не начинаю. Конечно, хреново, что у меня заруинился мой противогаз. Но это ладно. Хреново, переживем. Потратим мы свою СЗД. Пока будем плыть отсюда, хрен бы с ней. Если что, купим себе новую. Как-то странно этот тактический шлем, если честно, лежит. Как будто его здесь кто-то скинул. Шлем возьмем, потому что шлем тактически он хороший. На него можно вешать ПНВ. Он вместо ремешка может идти. Плюс будет защищать голову. И это как бы норм. Можно будет его кому-нибудь впарить. Можно будет оставить себя на базе как запасной. Потому что... Потому что всякое может произойти. Ну и плюс, пока что место есть. Возьмем его. Если бы места не было, конечно, я бы даже не замор... Вот еще, пожалуйста, шлем лежит. Места уже нет, брать не будем. Вот я и говорю, если бы места у меня не было, я бы уже даже не заморачивался по поводу этого шлема. А так, ну взял-взял. Пусть лежит пока что. Если что найдем, то выкинем его прям вот вообще без раздумий. Без каких-либо... Оп! Да ладно! Еще одни плоскогубцы и пристиновского состояния? Охренеть! Вот это за ход! Трое посати... Трое, мать его, посатишь! Мне говорили, что здесь максимум две, может быть, штуки всего. А мы нашли с вами трое. Да мы с вами везунчики. Офигеть! Так, с ССДшки у нас с вами остается уже примерно одна треть. Давайте, наверное, будем подумывать уже немножко о выходе отсюда. Только подумывать. Не выходить, а подумывать. Блин, какой все-таки офигенный вид открывается отсюда с балкончиков. Видно, конечно, у нас как на ладони, но... Мы же с вами здесь не тапкивали. Мы их ищем лут. На балконе он тоже может быть, но не в этот раз. Так, что у нас там? Пока что все еще в хорошем состоянии. Хорошо, может быть, даже еще раз удастся использовать эту химзу. Так, вроде никого там не было на мосту. Я вроде не заметил. Чтобы кто-то плыл, чтобы кто-то бежал, чтобы кто-то нас там ждал. Хотя, конечно, в газу вряд ли нас кто-то будет ждать. Это так, знаете, параноидальный бред. Так, что у нас осталось? Ой-ой-ой. Первый этаж. Твою мать, дядя, умри! Умри! Пожалуйста! Что за херня? В подмышку, что ли, я ему попал? Походу, я ему правда попал в подмышку. Хорошо психорасстройство не вызвал. А то бы всем навыкам кирдык. Это было бы вообще не круто. Нужно будет потом покурить или еще что-то сделать, чтобы восстановить немножко свое психологическое состояние. Так, и осталась у нас с вами камера на первом этаже. Ладно. Я вас понял, мистер Кровосос. Первый этаж будет ваш. Давайте, наверное, будем уже отсюда выбираться, что ли. Хотя нет, еще у нас вот здесь вот есть за поворотом крыло, которое мы с вами можем залутать, в котором тоже может быть интересный лут. СЗДшка пока что нам позволяет, поэтому давайте сейчас быстренько все это дело здесь осмотрим. Как показывает практика, некоторые сведения могут быть лживыми, потому что мы с вами нашли трое плоскогубцев вместо двух, которые по максимуму здесь могут быть. Поэтому стоит все дело это тщательно проверять. Так, ну и последняя камера. Ну и все, короче, на этом. Да. Давайте будем отступать, потому что нам с вами еще нужно перезарядить нашу СЗДшку. Нужно не сдохнуть от интоксикации. И кончился у нас с вами дождь, поэтому сейчас нам нужно как-то аккуратно обходить всех этих зомбарей, чтобы они нас не услышали, не увидели. Вот, пожалуйста, женщина тут ходит одна. Причем непрозрачная. Так, пока что все норм. Что происходит? Почему ты задыхаешься? Что за херня? Ладно, давайте сейчас быстренько СЗДшку перезарядим. Давай-давай-давай-давай, Диман, давай быстрее, пожалуйста, перезаряжайся. Ладно-ладно, хорошо, ничего страшного. У нас с вами есть адреналин, у нас с вами есть физраствор, у нас с вами есть антитоксин. Сможем мы с вами, если что, исцелиться. Появился черепочек, это, скорее всего, интоксикация. Ой, господи, главное не блюй, главное не блюй, пожалуйста. Ой, хп, как уходит, ничего страшного, ничего страшного, есть еще время. Давай-давай-давай-давай, пожалуйста, заряжайся, заряжайся. Твою мать, а почему не зарядился-то? Ой, походу наоборот, что ли, надо, а? Жесть. Так, ладно, давайте вколем себе адреналин. Да капец, что ты задыхаешься? У меня же еще есть кислород, что за херня? Так, зомби сагрился на кашель. Какого хрена вообще происходит, а? Так, давай, закрывайся. Закрывайся. Так, что? Закрой дверь, твою мать. Что нам нужно, баллоном, что ли, заряжать СЗДшку, а? Так, давай-давай. А, нет, слушайте, нельзя сделать это, находясь в зоне. Ой, твою мать, это я, то есть, не могу сейчас, получается, здесь в зоне, находясь, зарядить СЗД? Ну почему я в нем задыхаюсь? Блин, противогаз-то тоже не поможет, а? Какого хрена вообще творится? Блин, беги, Диман. А, о-о-о-о. Ну да, да-да, убежишь ты. Твою-то мать, а. Почему? Что за дерьмо? Ну почему? Нет, Диман, давай, нет, Дима. Твою мать, а. Блин. Ну это финал, ребята, это финал, а. Жесть как. Ну что за дерьмо, а? Ну как так, а? Почему, объясните мне, почему он начал задыхаться в газу, когда у нас в СЗДшке еще был кислород? Почему? Объясните мне, почему я вот этого момента не понимаю. То есть у меня в СЗД было еще порядка 10% кислорода, и когда мы с вами были на мосту, то есть там где-то этот момент перехода из радиационной зоны в газ, мы начали почему-то задыхаться. Почему? Я не знаю. Что это за херня произошла? Я не знаю. У меня была целая СЗДшка, у меня был там кислород, а я начал задыхаться. Ну, что-то, видимо, не знаю, либо я что-то не доглядел, либо я чего-то не знаю, либо мы с вами словили какую-то одну непонятную нам багулю. Блин, а такой лут хороший был. Вот я балбеса, устроил себе мини-вайп. Эх. Ладно, ребятки, в этот раз нам лут с вами никто не вернет, поэтому следующую серию мы с вами начнем с нуля. Ну что ж, спасибо, что вы были со мной. С вами был Редхар. Надеюсь, скоро увидимся. Всем пока. Пока.